Добрый день! Сегодня я расскажу о нескольких простых, но полезных приемах, которые помогут избежать ошибок при покупке автомобиля с пробегом. Сначала немного о ситуации в целом. Купить хороший автомобиль с пробегом сложно, даже очень. К большому сожалению, многие люди привыкли жить по принципу «не обманешь, не продашь». Во всем искать выгоду, пользоваться доверчивостью и наивностью других людей. Это не значит, что честных продавцов не существует. Они есть, но их меньше, чем тех, для кого продажа автомобилей – это источник заработка. А обман – способ сделать его легким и быстрым. Как подготовиться к осмотру автомобиля? Выберите правильное место и время. Встречаться для осмотра машины лучше днем. Вокруг должно быть светло, сухо и просторно. В дождь или туман есть большой риск не заметить дефекты по кузову. Частенько дилеры, особенно неофициальные, идут на хитрость. Ставят самые малопривлекательные или проблемные машины в темном углу салона на подземной парковке с недостаточным освещением. Увидев подобное, попросите отогнать машину на свет и поставить так, чтобы ее можно было обойти кругом. Если продавец не соглашается или придумывает отговорки, лучше уехать. Почему так радикально? Все просто. Вот пример из жизни. В таких условиях вы легко можете не заметить многочисленные следы кузовного ремонта. Такие как мусор под краской, волнистый кузов, уплотнитель приклеенный к краске или панорамную крышу, которая держится на герметике. Осматривайте только чистую и сухую машину. Пыль и грязь скрывают дефекты и недостатки. Например, мелкие вмятины, царапины и сколы. Если машина грязная, то предложите продавцу съездить вместе на мойку. Смотрите, как выглядит грязный автомобиль. А как чистый? Чувствуете разницу? Такая же история с сухой и мокрой машиной. Не спешите. Каким бы красивым, блестящим и новеньким ни казался вам автомобиль, и каким бы честным и открытым ни был продавец, машина – это дорогостоящая покупка. Если вы недостаточно внимательно ее осмотрите или не осмотрите вовсе, вам придется долго и дорого расплачиваться. Больше здравого смысла, меньше эмоций. Навести красоту, то есть отполировать кузов и сделать химчистку, несложно. Вид станет товарным, но это теряет смысл, если автомобиль продают после серьезной аварии. Если вы не пользуетесь услугами автомобильного эксперта, попросите кого-то из дотошных и прямолинейных знакомых поехать с вами. Пусть указывают на недостатки. На смущающие детали, на странное поведение продавца. Одна голова хорошо, а две лучше. А главное, пусть он не даст купить вам машину сразу, а выиграет немного времени на подумать. Что захватить с собой для осмотра автомобиля? Вам пригодится минимальный набор инструментов. Конечно, он необязательный, но в большинстве случаев поможет упростить осмотр автомобиля. Толщиномер. Прибор, который точно измеряет толщину лака красочного покрытия. С его помощью можно быстро определить наличие кузовных работ. Этот капот явно перекрашен. Стоит отметить, что толщиномер помогает не всегда, особенно если деталь не ремонтировалась, а менялась. Хороший прибор стоит 5-7 тысяч рублей. Так что, если вы не планируете часто менять автомобили, то есть смысл либо попросить его у друзей, либо взять в аренду. Фонарик. Им можно подсветить места под капот или рассмотреть темные углы в нише багажника. Вполне подойдет фонарик телефона. Он достаточно яркий и всегда под рукой. Газета и тряпка. Тряпка или салфетки пригодятся, если нужно будет что-то протереть или почистить. А газету можно постелить под колени, чтобы взглянуть на днище и пороги. В каком порядке осматривать автомобиль? Внимательно проверяйте любой автомобиль с пробегом перед его покупкой, независимо от возраста и продавца. Старенький Ford или почти новая Audi, частника или автосалон – разницы в подходе быть не должно. Первое. Проверьте автомобиль по базам. В идеале сделайте это еще до приезда на осмотр, чтобы понимать, с чем предстоит иметь дело. Если заранее проверить не получается, не забудьте взять на осмотр телефон с интернетом, чтобы пробить автомобиль по базам уже на месте. Это абсолютно бесплатно и займет всего 10 минут. Второе. Проверьте документы. Убедитесь, что ПТС и СТС в полном порядке. Сделать это нужно строго до осмотра машины. Паспорт транспортного средства поможет понять, собственник перед вами или нет, когда он приобрел автомобиль и какая история у машины. Третий. Проверьте сам автомобиль. Осмотр должен быть последовательным и вдумчивым. Кузов, салон, техническое состояние, тест-драйв. Если машина устраивает, то рекомендуем поехать в проверенный автосервис. Например, клубный или официальный и подкрепить ваш выбор полноценной диагностикой. Пользуйтесь этими простыми советами и ни в коем случае не покупайте машину без проверки. Всем удачи! Продолжение следует...